Боярышник. Сегодня мы расскажем про полезные свойства и про народные рецепты. Как приготовить отвар из боярышника и как она влияет на организм человека. Боярышник известен с давних времен, но не всегда считался лекарственным растением. К примеру, древние греки добавляли его сушеные дробленые ягоды в хлеб, а самому дереву приписывали магические способности. Поэтому крепили ветви над входной дверью, дабы отводить от дома злых духов. Или закрепляли их над колыбелью младенца, чтобы отвезти от него болезни. А молодожены плели веночки из ветви боярышника и укладывали их на алтарь Гиминея. Это, согласно поверью, делало брак счастливым и гарантировало возможность иметь детей. Что это такое? Латинское название боярышника – Grategus. Оно происходит от греческого слова gratos, что означало крепкий и сильный. Название это связано с тем, что древесина боярышника на редкость крепкая и дерево доживает до 300 лет. В народе боярышник называют чаще всего колючкой из-за его колючих веток. Русское название боярышник произошло из-за красивых цветов куста и красных ярких ягод, похожих на красные боярские одежды. Тогда у бояр была одежда красного цвета, отсюда и сходство. Другие народные названия боярышника – колючка дикая, майский кустарник, боярина, дерево. Как ни удивительно, но ягоды боярышника содержат практически всю таблицу Менделеева, поэтому нет смысла перечислять все ее элементы. Их состав настолько гармонично подобран, что кроме всего прочего способствует усилению защитных сил организма, а это, согласитесь, немало. Польза боярышника. Боярышник помогает снижать давление и уровень сахара в крови, а также нормализует пищеварение. Может помочь снизить воспаление. Исследования показали, что хронические воспаления приводят к развитию диабета второго типа, астмы и некоторых видов онкологии. В рамках эксперимента мышам с заболеванием печени давали экстракт ягод боярышника. Выяснилось, что при этом значительно снижался уровень воспалительных соединений и, как следствие, повреждения органа. Может снизить кровяное давление. Исследования показали, что боярышник может действовать как сосудорасширяющие средства, то есть расслаблять суженые кровеносные сосуды, в конечном счете снижая кровяное давление. В течение 10 недель 36 человек с умеренно повышенным кровяным давлением принимали по 500 мг экстракта боярышника ежедневно. В результате у них снижалось диастеологическое артериальное давление. Может снизить уровень холестерина в крови. Некоторые исследования показывают, что экстракт боярышника понижает уровень холестерина в крови и благодаря содержанию в нем флавоноидов и пектинов. Помогает нормализовать пищеварение. В ягодах боярышника есть клетчатка, которая улучшает метаболизм, снижает риск появления запоров, а также действует как пребиотик. Пребиотик – это такие продукты, которые питают здоровые кишечные бактерии, жизненно важные для нормального пищеварения и способствуют их развитию. Обладает омолаживающими свойствами. Ягоды боярышника могут предотвратить преждевременное старение кожи, вызванное снижением количества коллагена из-за чрезмерного воздействия солнца или ультрафиолетового излучения. Одно исследование показало, что смесь экстракта боярышника и женщины препятствует образованию морщин благодаря тому, что хорошо увлажняет кожу. Также это, вероятно, обусловлено содержанием антиоксидантов ягод боярышника. Не стоит рассчитывать на быстрый эффект от чая с боярышником. Первые положительные результаты могут появляться только после 4-6 недель ежемесячного приема. Зато терпение и внимательное отношение к здоровью будет вознаграждено с лихвой. Вы сможете защитить свое сердце и кровеносные сосуды от повреждений. Рецепты с боярышником. Отвар для снижения давления. Измельчить 50 грамм сухих плодов боярышника и залить 0,5 литра воды. Кипятить на водяной бане 15 минут. Настаивать 1 час. Затем процедить. Пить по полстакана 3 раза в день. Чай для снятия стресса. Залить одним стаканом кипятка 1 столовую ложку сухих измельченных плодов боярышника. Настоять 1 час и процедить. Принимать по полстакана 2-3 раза в день. Настой цветков общий укрепляющий. Залить 1 стаканом кипятка 1 столовую ложку сухих измельченных цветков боярышника. Настоять 1 час. Процедить. Потреблять по полстакана 3 раза в день. Настой при гормональных сбоях. 1,5 столовой ложки плодов из цветков боярышника. Залить 3 стаканами кипятка. Настоять в течение 3 часов. Процедить. Принимать 3 раза в день по полстакана до еды. Какое влияние оказывает боярышник на мужской организм. Целебные воздействия боярышника на мужской организм выражаются в следующем. Противоопухолевое действие при простате и одиномой простаты. Улучшение кровообстановления половых органов. Увеличение выработки секрета предстательной железой. Нормализация половой жизни. Компоненты, присутствующие в растении, восстанавливают кровоток, нормализуют процесс поступления кислорода и питательных веществ. Боярышник положительно сказывается на работе всех систем организма мужчины. Но следует помнить, что он может повысить либидо только в случае, если проблема вызвана переутомлением и стрессом. Во всех остальных случаях может выступать только как дополнительное лечение. При этом необходимо проконсультироваться со специалистом. Какое влияние оказывает боярышник на женский организм. Женском здоровье у боярышник особо показан при следующих состояниях и болезнях. Климактерический синдром при наступившей менопаузе. Симптомы предминструального синдрома при менопаузе. Бессонница до, во время и после менопаузы. Несмотря на то, что боярышник полезен при множестве проблем со здоровьем, есть некоторые особенности применения его для беременных и кормящих женщин, а также для детей. При беременности и грудное вскармливание. С женщинам во время беременности нужно относиться с осторожностью к применению самого растения, а также лекарственных средств на его основе. Прежде чем начать использовать боярышник в своем рационе, обязательно нужно проконсультироваться с медицинским специалистом, который за вами наблюдает. Если у вас нет противопоказаний к приему этого растения, то его применение во время беременности допустимо лишь в виде отваров и водных настоев. Эти препараты помогут наладить сердечный ритм, снять отечность, окажут противовирусные действия, наладить пищеварение, укрепить иммунитет. При грудном вскармливании применение боярышника не рекомендуется, даже если во время беременности у вас не было к нему противопоказаний. Причина в том, что на организм грудного ребенка боярышник может оказать непредсказуемое влияние. При регулярном поступлении компонентов этого растения с материнским молоком в организм малыша возможно возникновение сбоев кровяного давления, может нарушиться сам кровоток, а также сердечная деятельность. Можно ли давать боярышник детям? Детям до 12 лет употреблять боярышник противопоказано, так как у них обычно не бывает изменений в организме, которые нужно корректировать при помощи этого лекарственного растения. Его действия на растущий организм тяжело спрогнозировать. Невропатологи могут рекомендовать маленьким детям водные настои только при тяжелых патологиях, а с 12-летнего возраста назначают в виде профилактики токехардии, противопоказаний и возможные негативные последствия. Воздержаться от приема боярышника следует в следующих случаях. При пониженном давлении, при сотрясении мозга и других травм головы, при индивидуальной непереносимости, при вождении транспорта или других занятиях, требующих концентрации внимания, так как боярышник может вызвать сонливость. При частом и чрезмерном употреблении может спровоцировать проблемы с сердцем и скачки давления, поэтому не пренебрегайте дозировкой лекарственного сырья. Оптимальная доза для взрослого мужчины 100 грамм. Друзья, если вам понравилось данное видео, я прошу вас поддержать меня, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для меня, потому что я стараюсь сделать контент, который будет интересен и полезен для вас.